Приветствуем вас в ознакомительном видео по платформе Wolfix И в этом ролике мы разберемся как настраивать график Рассмотрим основной функционал платформы и основные настройки Сразу отметим, что к видео добавлены тайм-коды для удобного поиска вопросов Если вы не нашли свой вопрос, просим обращаться в нашу техподдержку В контакте в описании под видео Итак, откроем график и настроим его в удобный нам формат Вбиваем тикер Выбираем нужный размер тика Тайм-фрейм И тип графика Это баровый, кластерный, график с двойным кластером, линейный либо бокс-чарт Выберем кластерный А в поле Chart Calculation Type у нас есть такие графики как тиковый, ревер-чарт, рейндж и так далее И нажимаем Apply Итак, у нас открылся график с настройками по умолчанию И сейчас настроим график в удобный нам формат Сразу отметим, для того, чтобы перейти к торговле Необходимо активировать кнопку Tracing в заголовке окна Далее мы выбираем счет, инструмент и нажимаем Apply И после мы можем переключаться между торговым режимом окна и обычным режимом По торговому режиму окна у нас есть отдельное видео Там мы объясняем как выставлять отложенные ордера, как настраивать брекеты ордера и так далее Ссылка будет в описании под видео Для начала настроим фон графика Переходим в имени Setup Настройки И прочее Отключим гистограмму Flow by Cell Если она нам не нужна Немного уменьшим шрифт ценовой и временной шкал И сменим фон графика на черный И нажимаем Apply Далее настроим цвета наших кластеров Переходим в имени Setup Настройки И обратите внимание, что для разных типов графика настройка производится в разных окнах Открываем ClusterBox Здесь мы меняем цвет профиля на серый Далее настроим линию Sideline Которая отображает направление бара Сделаем ее потолще Если эта линия нам не нужна Можно ее отключить Ставим Off и подтверждаем Также отключим отображение максимального объема кластера либо бокса И нажимаем Apply Сменить цвет Sideline можно в Setup Настройки Bar Seek Bar Side Up, Bar Side Down и Bar Side Flat Отвечают за отображение стороны бара И далее разберемся, как настраивать индикаторы, которые у нас отображаются по умолчанию Setup, Status, Bar Complete Показывает степень завершенности бара в проценте Откручиваем его Bar Size Показывает размер каждого бара в тиках Тоже его откручиваем Индикатор COT High Low Данный индикатор отображает дельту за каждый бар В момент обновления минимума и максимума каждого бара И далее можем настроить разделитель периода По умолчанию график загружается по сессии То есть отображается сессия целиком Напомним, сессия на бирже CME Открыта с 17.00 до 16.00 Если же у нас есть необходимость разделить график по суткам То мы в поле Time Frame выбираем Day Кликаем Edit И график у нас будет разделен по суточным Загрузим второй день, чтобы лучше увидеть разделение периодов И видим, что у нас график разделен по суточным И также можем на выборные интервалы построить профиль Открываем меню Draw Tool Активируем профиль И накладываем профиль на интересующий нас интервал Если мы кликнем по шестеренке Либо правой кнопкой мыши по границе профиля То у нас открывается такое вот окошко с настройками профиля Тут у нас есть возможность изменить тип профиля Например, на дельту либо трейду Опция Extend Write автоматически строит профиль при появлении новых хроничных данных Можем изменить прозрачность профиля А ниже мы можем отключить вертикальную гистограмму Которая отображает кумулятивный объем И здесь же можем активировать линию ViewUp за выборный интервал И выборные настройки мы можем сохранить по умолчанию И все последующие профили у нас будут открываться с этими же настройками Таких профилей мы можем наложить сколько угодно На любой интервал графика Далее рассмотрим настройку горизонтальных гистограмм В платформе Wolfix можно разместить на графике одновременно до 6 гистограмм Предположим, что мы хотим отобразить гистограмму объема За текущую торговую сессию Гистограмму дельты также за текущую торговую сессию И гистограмму объема за текущую неделю Выбираем Week и в поле State ставим On И закрываем И слева видим наши три гистограмма Но отображаются они не лучшим образом Поэтому в настройках мы можем отобразить их каждую на своей оси Для этого активируем опцию Self-Area в каждой из гистограмм И видим, что каждая гистограмма теперь отображается на отдельной оси Далее давайте рассмотрим настройки гистограмм В поле Type мы можем выбрать CIF гистограмму Size – это возможность менять размер гистограмма High Low Ray – это лучи, которые отображают границы гистограмма Max Volume Ray – это луч максимальной цены гистограммы, то есть цены POC Max Volume Only – это опция, которая позволяет отобразить только лишь цену POC И далее идет настройка зон стоимости TPO Настроим их так, чтобы зона стоимости отображалась синим А зона вне стоимости – серым И то же самое сделаем с недельной гистограммой И дополнительно можем настроить вторую зону стоимости – CPO2 Например, на 30% И далее перейдем к настройке вертикальной гистограммы Одновременно можем расположить на вертикальной гистограмме до 7 гистограмм Тут у нас есть как линейная гистограмма, так и обычная, которая строится в виде бара Предположим, что нам нужна только гистограмма объема Поэтому отключаем гистограмму кумулятивной дельты, линейной, и гистограмму обычной дельты В поле Type мы можем выбрать вид гистограммы Size позволяет нам также изменить размер нижней гистограммы Отметим, что по гистограммам у нас есть отдельное видео Оно уже вышло, либо выйдет скоро Ссылку можете проверить в описании под видео Возвращаемся к меню Status Настройки таймфрейма 2 Таймфрейм 2 можно активировать на панели управления Выбираем нужный интервал, например, за каждые 4 часа И, перейдя в настройки таймфрейма 2, можно изменить настройки профиля TPU Cluster – это возможность настройки зон стоимости отдельно для каждого бара Настройка линии TVAP Unfinished Auction По этому индикатору у нас также есть отдельная статья Ссылку мы оставим под видео Volume Fixing Отметим, что в платформе Wolfix Лимиты Volume Fixing можно настраивать как на боксчерте, так и на обычном кластерном графике И на примере рассмотрим настройку лимита Volume Fixing Выбираем интервал полчасовой Вбиваем значение И выбираем цвет Кликаем New И видим, что лимиты Volume Fixing у нас добавлены И в последнем списке у нас идет линия VWAP Далее рассмотрим настройку лимитов Переходим в меню Setup Limit Volume Вводим скромное значение Опция Max Value Only позволяет нам отфильтровать только максимальное значение каждого бара Также можно отфильтровать отдельно падающие и растущие бары Выбираем цвет Shift-A кластеров Цвет фона И цвет границ кластеров Также можем указать время действия лимитов Draw Size – это дополнительная прорисовка кластеров Чтобы их лучше видеть на сжатом графике Давайте укажем значение 10 Alert – это активация звукового сигнала при нахождении объема Repeat – это повтор звукового сигнала Алерта до тех пор, пока мы его не отключим вручную Send – это активация отправки пуш-уведомлений на мобильное приложение о срабатывании алертов И Sound – это возможность подгрузки своих звуковых файлов И указав все необходимые настройки, нажимаем New И видим наш лимит Для того, чтобы изменить уже настроенный лимит, мы его выделяем Меняем значение И нажимаем Edit Если же мы хотим добавить новый лимит Мы вводим интересующее назначение Меняем цвет И нажимаем New И видим нашу лимитрацию После того, как мы настроили наш график Если мы хотим открыть второй график с такими же настройками То мы можем воспользоваться функцией Clone Window Setup – Clone Window График у нас откроется ровно с такими же настройками, как и первый Например, меняем тикер И настраиваем наше рабочее пространство После того, как мы настроим рабочее пространство Переходим в главное окно MarketWatch И сохраняем Layout Layout – Save Layout И вводим имя Отдельно хотим упомянуть о режиме окна Independent Mode Если нам необходимо два окна с одним и тем же инструментом Но с разными настройками лимитов и линий То мы активируем в одном из окон функцию Independent Mode И можем поэкспериментировать с настройками лимитов Режим окна Market Replay Market Replay – это функция, которая позволяет торговать на истории По Market Replay у нас есть отдельное видео Ссылка также будет в описании И далее давайте перейдем в окно MarketWatch Подключить реальный счет можно в меню Setup – Connections В разделе Component мы можем найти Statement Открываем вкладку Equity Выбираем счет Интервал и нажимаем Apply И можем видеть определенные статистические данные В окне Позвученный контрол Мы можем управлять нашими открытыми позициями И активными ордерами А во вкладке Accounts мы можем задать определенные настройки нашим счетам Кликнув два раза по счету у нас откроется такое вот окошко с настройками счета Здесь мы можем сделать счет публичным в рейтинге трейдеров Задать никнейм счета, который будем видеть только мы в другом окне И роль счета – Master либо Slave Функция Master Slave позволяет дублировать сделки с одного счета на другие По функции Master Slave у нас также есть видео Ссылка будет под видео И здесь же можно изменить баланс тестовых счетов Выделяем счет Кликаем Account Size И вводим сумму На этом у нас все Если у вас есть какие-либо вопросы по платформе Wolfix Просим обращаться в нашу техподдержку Благодарим за внимание и хорошего дня